Меня зовут Александр Зимин. Я доктор-фитотерапевт, натуропат. Сегодняшняя тема – это диетические рекомендации при акне. Во многом обменные процессы, функция кишечника влияют на степень выраженности акне. Причин этого заболевания достаточно много. Это наследственные факторы, это генетическая предрасположенность, нерациональное использование антибиотиков, длительная гормональная контрацепция. Однако есть диетические рекомендации, которые способны снизить степень выраженности процесса. Здесь необходимо учесть два пункта. Прежде всего, от каких продуктов надо избавиться и что нужно добавить в рацион. Первый пункт – это уменьшить употребление углеводов и сахара, заменив их, допустим, на стевию. Следующее – это безглютеновые продукты. Это связано с тем, что глютен в составе злаковых может провоцировать успалительные процессы, которые протекают скрыто, неявно, но способствуют активации аутоиммунных процессов, что утяжеляет выраженность акне. Можно перейти на безглютеновую муку, например, кокосовую, либо миндальную. Следующее – это снижение потребления фруктов и замена их на ягоды. То есть, надо меньше фруктов и больше ягод в рационе. Следующий пункт – это снижение гидрогенизированных жиров вредных и замена их на полезные жиры. Например, на миндальное масло, кокосовое масло. Особенность кокосового масла – это выраженное антибактериальное действие, что очень полезно для снижения проявления акне. Какие продукты надо добавить в рацион? Прежде всего, продукты, содержащие клетчатку. Дело в том, что клетчатка поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Это могут быть семена льна, либо семена чиа. Следующий пункт – это больше овощей и качественного белка. Из биодобавок необходимо использовать пробиотики. Пробиотики поддерживают иммунную систему. Они снимают аллергический компонент в кожных проявлениях акне. Следующий пункт – это цинк. Очень важный элемент – цинк необходим для поддержания иммунной системы и для снижения фона аутоиммунных процессов. Надеюсь, что информация была полезная. Оставляйте свои комментарии, свои отзывы.